Две страны, два президента, множество вопросов. Здравствуйте. Да у нас сегодня полный зал. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад вас видеть. Но прежде кратко подведу итоги года. Постараюсь ответить на ваши вопросы. На часовой пресс-конференции по итогам года, проходившей в Вашингтоне, Обама ответил примерно на 10 вопросов. На пресс-конференции в Москве Путин за три с лишним часа дал ответ на более чем 50 вопросов. Вот вам и демократия против диктатуры. Первый вопрос по относительно карательной операции, которую вы устроили на востоке нашей страны. Владимир Иванович, происходящая сейчас наша экономика, это расплата за Крым? Может, пора об этом честно сказать? Почти все западные страны уверены, что началась новая холодная война и что вы сознательно ее развязали. Есть ли у вас некий план на случай предательства окружения и дворцового переворота? Считаете ли вы некоторые категории людей врагами России? А именно, тех руководителей госкорпораций, которые сперва просят занять им триллионы из бюджета, потом на миллионы проводят закупки айфонов, потом выбрасывают на рынок странные облигации, а также не забывают выплатить себе миллионные бонусы. И последнее. Владимир Владимирович, какая годовая зарплата у Игоря Ивановича Сечина? Спасибо вам огромное. Путин отвечал на вопросы самых разных журналистов со всего мира. Обам уже предпочел членов президентского пола, к тому же, как отмечают СМИ, только женского пола. Хотя это, конечно же, не имеет значения. Послушайте вот эти вопросы. Предоставило ли правительство Кубы какие-нибудь гарантии, что не будет снова саботировать соглашение? Рассматриваете ли вы дополнительные экономические или финансовые санкции против Северной Кореи? Указывает ли что-нибудь на то, что Северная Корея действовала, сообщая вместе, скажем, с Китаем? Иными словами, пожалуйста, господин президент, расскажите нам побольше о злобных странах, существующих в мире, но не говорите ничего о том, что происходит в Америке, о пытках в Фергюсине и ударах по Ираку. Нет уж. Я выбираю диктатуру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!